здравствуйте уважаемые дамы и господа любители ножей последнее время все мои тесты на баранах на ход я за зверем сейчас не езжу никогда и в основном как бы вот тестирую скажем так ножки на барашках здесь вот у меня барашек он небольшой 19 килограмм зерна еще он не видел только травки чара свободно вот ну ничего ключок нормальный здесь тоже жирок маленький есть даже с травы вообще жирных люблю ну значит разделывать буду хочу потестировать на разделке барашков вот эти тяпочки потому что я их первый раз им сейчас буду пробовать рубить заодно посмотрим как они значит такая тяпочка визу 8 такая из d2 конструкции разные немного да здесь следующей кромкой то есть ей можно что-то подрезать здесь чисто просто рубка свою любимую тяпку я не тестируя про него уже снимал и поэтому я сейчас вот хочу позаниматься вот этими тяпками и ну нож который мне достаточно нравится начинался у меня как грибной то есть это финг хулиган спуске от обуха такой вот смотрите хороший нож ну чтобы не отнимать ваше время сначала я отсекаю лопатки режет потом будем дальше еще раз говорю я нож не тестирую на затупляем ась на баране этот нож не затупится просто на удобство работы в руке не скользит абсолютно так затем я уберу курдюк курдюки отдельно складываю сегодня вот на этом курдюки буду жарить бараньи стейки принципе вырезаем хвостик чем хорошая порода то есть тот кто не любит жир его можно срезать пищеварение барана адальбаевского любого курдючного барана устроен так что все питательные вещества они у него вот здесь вот так нормальный кубичок так дальше я показывал как ножом можно без рубки это все сделать сейчас наоборот мы будем пользоваться тяпочкой вот этой попробуем так сначала мы разрубим вот здесь крестец так попал так это для удобства так чем хорошая и можно резать сразу одновременно значит вот эти вещи ну кто любит кто не любит а у меня еще плюс ко всему есть кошки и собака это я все-таки оставлю им баранов у меня много могу себе позволить хотя это тоже вкусно это тоже это можно шурту в принципе видите тяпка так устроена что можно и пользоваться без еще раз говорю суп от пойдет жарить понятно не пойдет но кормить моих животных тоже надо чем-то поэтому я буду кормить вот этим дальше на что хочу обратить внимание вот смотрите вот это лимфу злые ребята вот 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 их их нужно убирать они обычно вот на этом вот они вот так они выглядят здесь кстати основные лимфу злых киски так чара чара будешь кушать не факт значит отсюда лучше вот этот все вообще срезать от основная основные лимфу злые они находятся вот как раз здесь если вы их съедите ничего страшного но они немножко портит вкус что ли то есть на любителя вот значит еще есть лимфу злого здесь под коленом вот вот его тоже достанем сейчас будем ну здесь наверное я пройду по суставу ну так как тем ножом чукотка здесь не получится потому что но шире приходится надламывать да тем не менее да идем в сустав и отрезаем чем нож узкий от более широкого отличается это тем что сустав приходится крутить когда я делал это чукоткой вы видели это более более просто вот 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 сустав вот я по нему захожу отрезаю значит из этого я сегодня сварю суп ножки пойдут на шашлык ногу я пойду по суставу побольше срежу ну для сравнения если сравнивать с ножом чукоткой он конечно менее маневренный но скажем так более универсальный что ли тот нож тот нож он узко специальный ну что хороший крочок так здесь нужно убрать лимф узел у нас будет вот здесь он находится вот в этой жировой складки вот его там искать не надо надо просто высекать вот эту жировую складочку прожилку правильно вот он я вам покажу еще есть как бы еще есть ранний лопаток это не основные вот он я его сейчас разрежу вот видите вот вот это то что немножко может испортить вкус мяса если вы будете из этого делать там пельмени котлеты или какие-то глупцы это надо помнить дальше что я сделаю я сейчас этим ножом вырежу кость почему потому что я планирую использовать только мякоть а кость я недавно завел собачку на хозяйство как-нибудь я вам покажу щенок пиренейской овчарки которая как бы планируется что она будет у нас помогать охранять отару гусей от лисиц и вот этот гостиниц я отдам ей вот она еще маленькая она его совсем не сгрызет но будет обгладывать все вот это можно запекать это можно делать пельмени котлеты можно делать манты мои любимые все что едем дальше значит здесь я лимфазилок один вижу здесь их много здесь их все не увидишь их надо по максимуму вот эту вот эту жировую прослойку и надо по максимуму убирать когда будете разделывать иметь в виду вот 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 тоже я убираю по вот 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 tho мясом так то же самое то же самое сейчас я уберу лимфузел вот он находится под коленным суставом вот вот видите вот этот жирок это говорит о том что я до него дошел вот это этот жир в нем как раз находится то что нам для приготовления блюда не нужно вот он вот этот лимфузел это киски все эту косточку я тоже достаю ну смотрите нож не скользит достаточно удобный маленько ставите с призю мяса чтобы оно наелось это все это уже в процессе готовки вот такой килограмма два с половиной примерно так затем что у нас идет затем у нас идет вот что это у нас косточка суповая вот она как раз пожалуй я сначала шею трублю не мешает вот отрежу вот так вот тяпка справляется так это будет у нас суп попробуем не рубить я все время рубил большую тяпками ну большой понятно сразу прорубаешь так вот этой попробуем ну большой вы помните да это этой тяпкой есть какой плюс что когда вы будете рубить на доске вы все таки до доски маловероятно что будете доставать при этом вам в принципе прорубить хватит так ну это около головы это тоже собаки моей а это пойдет в похлебку так все что у нас о животном отсюда нормально ну вот шея на суп изрублена дальше я думаю что нам надо отсечь вот эту часть ее можно конечно я просто вырезать вот такие кости вот вот это вот сейчас загиб он будет для этого удара очень хороший так хорошо давайте попробуем еще вот этим берцовый кость вот классно что тяпки работают обе очень хорошо вот она когда будет вариться это как бы костный мозг он тоже будет попадать в бульон так это мы тоже рубанем маленько не здесь можно еще раз помельче бью не очень точно ну в принципе вот смотрите у 8 великолепно то есть можно бриться значит из этих двух тяпок мне вот это понравилось больше опять же это личное мое мнение кому-то может быть понравится что другое тоже сейчас разрубим ну немножко накрошил учитывая то что не на продажу а есть буду сам в процессе короче тестов крошить буду все меньше теперь мы сейчас будем отсекать ребра для того чтобы потом вот это порубить рубим на весу так ну нормально конечно надо еще грудину вот думаю вот этой же тяпкой я режу видите вот прорезал ей же так ну и но это кто как любит кто-то любит в картошку кто-то любит суп пока сюда положим ну и в принципе то же самое вот можно прям так на этом вот здесь не точно вот все а теперь попробуем этой тяпкой конечно большой был бы лучше мы попробуем этой тяпкой прорубить позвоночник вот в таком виде поглядим что получится ну не получится не получится я буду нам делать с дорезанием потом нам только присноровиться как в любом деле вот 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 Непрофессиональный мясник. Это пойдет сюда, здесь вот маленько неточность. Вчера? 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 Вчера что-то черенди меня, ладно потом. видите кстати и рубит и режет достаточно неплохо вот это я сегодня буду жарить это вот наверное самый такое вкусно барана так чар ты пришла ну к на вот деликатеса чара чара мне крути жирновато отрубил попробовать и не получилось ну ладно торчарки так ну а в целом я хочу сказать вот что я такой тяпкой большой чем хорошо то есть его даже к позвоночник рубишь есть одного раза ты их ты их ну роби рубишь до стола у этой тяпки у ней есть преимущество какое она покомпактней и когда дома на доске рубишь вниз рубишь доску может быть кому-то этот аргумент покажется смешной но в квартире это актуально если вы рубите не на даче не на пеньке уже наладили вот так ладно все это все вот сюда а вот чар какая кошка лимфузлы не ест а вот вот такой вот срезок с очень большим удовольствием вот все некоторые думают что животные ничего не понимают все они понимают здесь как вы видите я своему ножу практически работу не оставляю все делаю тяпкой ну и задача у меня была показать что вот эта небольшая тяпка она в принципе работает значит нам что нужно ну такую кастрюлю не положишь надо рубануть хотя вот так хотя вот тогда ну давайте раз понятно что медвежьей кости такой тяпкой рубить не будешь но для барана для кролика для гуся до зайца даже для дикой козы и и вполне хватит вот я ее уже оставляю потом когда буду делать уже порежу тоже мне все очень нравится собаки так сюда здесь вот так наверное это грудинка грудинка это тоже суп понятно тут хрящ но тем не менее ну еще раз на не пройду уже налаживаю баранина 15 будет получаться значит о чем видео то есть я показываю что вот такой тяпкой я их попробую лобби мне вот это понравилось больше я сначала думал мне иногда кажется вот что то вещь должна работать лучше по факту оказалось вот это а 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 можно одной тяпкой это делать но все же лучше делать совместно с ножом ножи у нас есть поэтому все а потом рассекается ножом как надо да то есть берется вот ну об по ребрышкам и уже тоже очень замечательный суп из ребрышек так лопаточка с лопаткой чем сделаем 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 мы отрежем ногу а 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 к а нож он немножко уже ощущается здесь вот кость заходит вперед и если посмотрите видео с ножом чукотка то оцените вообще как чукотка заходит но зато этим кстати можно даже обдирать в принципе вот это вот брюшко уж не скажешь сильно удобно но в принципе ему подрать можно он в плане универсальности он нож хороший так это мы тоже рубим суп чтобы разрубая половину субы вкусней понятно большой тяпкой совершенно другой удар вот понятно так ну ничего так и здесь лопатка лопатку обычно на плов с основными и рубану все-таки суставе вот так вот удачно как попал получится два таких кусочка можно на плов можно на суп можно даже на манты срезать это кстати тоже лопатка на манты пойдет очень даже очень даже хорошо пойдет на манты так едем дальше вот здесь вот сустав уходит вперед и как бы узкий нож он проходит лучше нет и этим сделаешь тут понятно но это баран его можно поднять а когда например это здоровый кабан или лось то там модель чукотка она вне конкуренции будет в принципе последний аккорд как Продолжение следует...